Неужели Лакера нельзя было выпустить против Амкала? Лакер не заслужил выйти с Амкала именно по спортивному принципу. Я не знаю, почему он так безинициативно относился к занятиям. То у него болезнь, то ковид, то он уезжает. Привет, друзья! Это Егоров. И рядом со мной Николай. Здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий! Привет, друзья! Это Егоров. У меня для вас большое интервью с Николаем Лакером. Это интервью было сделано еще после матча с Амкалом и ждало своего часа. И, конечно же, дождалось. Так всегда бывает. Потому что сначала Прокоп назвал всех медийных футболистов на спорте терпилами. Мол, они жалуются на Саслана Гатагова. А вот в публичном пространстве ничего не могут произнести. Ну, а потом уже сам Саслан Гатагов накинул немного на Колю Лакера. Мол, тот недолжным образом относится к тренировкам и не заслуживает места в составе на спорте. Но вот сейчас Коля все и расскажет правду. А на спорте узнают все. Смотрим? Ты говорил, что очень хотел сыграть. Ты с Сосом как-то обговаривал это перед матчем? Или с Аней Текилой, или с Львом? Нет, мы отдельно это не обговаривали. Но, как мне казалось, это было просто само собой, вообще разумеющееся. То есть мы на предтренировках вот этих всех последних, мы очень часто как-то подмечали этот момент. Саслан не раз говорил про то, что Коле нужно забить, для него это особенная игра. Если будет штрафной, Коля должен исполнить штрафной, ему нужен гол. И поэтому со всех этих разговоров как бы для меня следовало то, что и тренерский штаб, и руководство, они как бы понимают, насколько это важная для меня игра. И отдельно я, конечно, не подходил, но ты знаешь меня, я не совсем такой человек. Я не буду подходить и говорить, ну все-таки... Но все равно ты понимал, что ты, скорее всего, выйдешь, потому что тебе говорили, да, и про штрафной... Да, но я знал то, что все в курсе, что игра это для меня значит. Ой, хочется выйти поскорее уже на этот газончик, снова походить по нему, потом, конечно, побегать. А Саня Текилой подходил, говорил, что типа, вот Колян там амкал. Нет, Саня ничего такого не говорил, по крайней мере, я лично не слышал. Вот, но с Асланом как бы вот чувствовалось вот это вот понимание момента. На последней самой тренировке это было. И когда у нас даже флеш-интервью такие во время тренировки брал вот паренек из Ромы, я забыл имя его, к сожалению, вот, он спрашивал, может быть, ты как-то поговоришь с Асланом, чтобы выйти в основе, но я говорю, нет, зачем, я доказываю на тренировках, я в хорошей форме. А тренировка-то была в порядочке? Да, да, я, у меня, знаешь, у меня были какие-то пропуски за последний месяц, но вот эти последние две недели уже перед игрой я полноценно готовился, я был на тренировках, и я чувствовал, что я в хорошей форме. Я уже набрал, в принципе, нормальный такой оптимальный ход, и я был готов играть, я был готов усилять игру 100%. Я готов один сыграть сегодня. Коли. Лакер. Лакер отсутствовал практически на 75% занятий. Вот по, ну, просто такой еще как бы есть вопрос, неужели как бы Лакера нельзя было выпустить против Амкала? Потому что Лакер не заслужил выйти с Амкала именно по спортивному принципу, и он сам это сказал на влоге. Он сказал, соц, если меня выпустили, если я готов по спортивному принципу выйти, я готов играть, тогда я имею право выйти. По всем показателям, я тебе это уже говорю, по всем показателям, по потенциалу Лакера, как Лакер может играть. И он выходил, когда были матчи его, он выходил на МКС и выходил. Я того Лакера помню. Мне тот Лакер нужен был, и у него есть хороший потенциал. Я не знаю, почему он так, не знаю, ну, безинициативно относился к занятиям. Я хотел, чтобы он присутствовал, чтобы он так же, я понимаю его шоу, я не беру его шоу, но опять же таки присутствовать хотя бы на какой-то части занятий, то у него болезнь, то ковид, то он уезжает. Перед оглашением состава у тебя было такое, что сейчас от меня названо в основе? Волнение небольшое. Не, в основе было ощущение, что могут назвать? Или разочарование, когда не назвали? Я, наверное, все-таки понимал, что в старте я вряд ли выйду. Я понимал, что наверняка у нас состав будет боевой, прям максимально боевой с первых минут. И я в целом был готов, потому что я вряд ли бы начну с первых минут. Поэтому такое, знаешь, ну, небольшое, маленькое волнение присутствовало. А вдруг? А вдруг сейчас вообще сказка будет? Но нет, нет, когда в итоге я себя в составе не услышал, я просто такой, окей, все нормально, мы настраиваемся на то, чтобы выйти потом помочь. Начался матч, идет там первый тайм, начинается второй. Когда ты понял, что тебя могут не выпустить вообще? Или как вообще? Может, там со слом подходил и говорил, ты сейчас выйдешь там, Коля? Я скажу тебе честно, в первом тайме уже я, в принципе, в какой-то момент понял, что, наверное, не стоит рассчитывать на выход. Вообще на выход в матче. Не-не-не, на выход в первом тайме. Да-да-да. Во втором, когда мы забили вот этот быстрый второй мяч, я почувствовал, что все, наверное, шансы уже прям очень-очень большие, уже нужно разминаться, нужно разогреваться. Дальше идет игра, ничего не происходит. Даже, знаешь, был момент, когда матч как будто бы подуспокоился, и какая-то возня началась. Я думаю, возможно, последние минут 10-15 можно просто было вырезать, потому что, ну, ничего не происходило. И как раз такое время, когда можно было бы, знаешь, попробовать какие-то варианты. И я думал, что это может быть сейчас, может быть сейчас, но в итоге нет-нет. И я сказал себе, что если до 70-й минут не будет замены, то я подойду сам к Сослану, вот. Я прям спрошу у него, ну, вообще, какие планы. И ровно на 70-й минуте, это даже есть у меня в выпуске микрофона, который уже вышел, я думаю, я подхожу к Сосу и говорю, Сос, мне стоит вообще разогреваться как-то или уже все? Сос, есть смысл? Есть, конечно. Есть вариант выйти? Он говорит, да, конечно, конечно, разогревайся. Впереди еще самое интересное. Я такой, все, сейчас, наверное, последние вот эти 15, там, да, где-то 10-15 минут, наверное, все. И в итоге, когда уже, там, 86-е, 90-е, и я думаю, может, я что-то не знаю, может быть, команды договорились тайно, и мы будем играть три тайма. Это такой специальный супер-медиа-матч. Вот, и нам просто не сказали. И, может быть, сейчас мы все выйдем, весь медийный состав. Но, к сожалению, нет. И, конечно, когда свисток финальный прозвучал, вот, я честно скажу, я был, ну, я был в шоке, наверное. Я не буду как-то привирать. То есть такая ситуация, наверное, когда и радоваться особо не хотелось? Да, вот, знаешь, говорят, как ты был, вообще рад победе. И я прекрасно понимаю здесь, что игрок не больше команды. Команда всегда будет идти, да, на первом месте. Но игрок это личность. Но в данном конкретно случае я действительно, я не ожидал, я был реально опустошен. Мне нужно было немножко взять себя в руки, мне надо было закончить свой ролик, да, свой выпуск. Да, 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 блядь! На спорте, на спорте обыгрывает Амкал 2-1. И, наверное, наверное, можно сказать, что обыгрывает по-футбольному абсолютно в рамках, в рамках игры. Но я очень быстро собрался, очень быстро уехал. И в голове была просто каша. Я был в каком-то очень потерянном состоянии. Как будто бы команда тебя кинула. Не знаю, вот такое примерно ощущение. Я понимал, что я сейчас сгоряча хочу сделать то и это, наговорить много всего. Но нужно успокоиться, нужно там пару дней как-то немножко это переварить. Вот, но... В этот момент мысли были? Подойти и сказать все там, типа сдать футболку и сказать, я больше не играю. Мысли были вообще разные. Ну, реально, то есть у меня там все так. То есть такая тоже была? Ну, у меня главная мысль, которая на самом деле висела, то есть зачем я нужен команде, если не в таких играх? То есть просто, чтобы ты понимал, для примера. Опять же, я не ставлю себя на какое-то супер, там, первое место. Я понимаю свои способности, что я там без футбольной школы. Я не считаю себя невероятным футболистом. У нас были игры прогревочные, там, с командами типа Луч Тим, Торпеда. И там ребята не дадут соврать на спорте, когда я там сидел тоже на банке, почти весь матч. И под конец я даже говорил, что, блин, вот игра получается у вас новая. Я бы даже был, в принципе, не против не выходить вообще. Потому что выйду, может игра сломаться. Зачем? А так мы играем, отлично побеждаем. Но давай честно, все-таки, вот этот матч, это другой матч. Это другая игра совсем. И я был, конечно, до последнего, я верил, я понимал, что я должен сыграть, должен выйти. При том, что у нас было на скамейке очень много ребят, тоже достойных, крутых, но которые на тренировках вообще не появлялись. И, ну, рассчитывать им, например, было... Ну, как Гуди, условно? Ну, Гуди, кстати говоря, на последней неделе, я его точно очень часто видел. А, да? Я не мог понять, почему так произошло. Когда Текила написал, что, может, лакеру стоило побольше мельтешить перед Сасланом, ты воспринял это как такое, ну, не издевательство, не издевку? Ну, я, если честно, немножко так не понял эти слова. То есть, я, наверное, понимаю, что Саня решил так сгладить чуть-чуть. И в целом, это, наверное, понять можно. Но фраза сама по себе довольно странная. Ну, то есть, что нужно стоять около тренера, а у тренера, что нет понимания, кто выйдет. Ну, то есть, мне кажется, Саслан все прекрасно знал и понимал, и помнил. И как минимум на 70-й минуте, я вот говорю, к нему подходил. То есть, ну, короче, это странно. А в раздевалке как? Вот смотри, то есть, там идет, наверное, полное празднование, все счастливы. Ты сидишь там где-то в углу, такое, типа, ну... И к тебе в этот момент тоже никто не подходил. Ко мне вообще никто не подошел. Не подошел вообще? Мне до сих пор никто ничего не сказал вообще в целом. Ни одного, не было разговора ни с кем. То есть, только условно Текила написал где-то у себя в Телеграм-канале, а лично вообще никто ничего не сказал? Нет, нет. Ну, если мы говорим именно про руководство или тренерский штаб, то нет, до сих пор вообще никто ничего не сказал. То есть, я правильно понимаю, что вот идет празднование, понятно, что это медийный футбол, и для тебя очень важно сыграть с Амкалом. Это вообще... Ну, для тебя это с одной стороны команда выиграла, а с другой стороны трагичный момент. И ты, то есть, там все счастливы и на лакера похеру в этот момент. Ну, по сути, я... Когда матч закончился, все праздновали, я понимал, что я вроде бы вот с ребятами, но в душе, конечно, у меня не было какой... Ну, то есть, я сразу вспоминал... Я в том смысле, что никто, условно, ребят не понял твоей трагедии. Ну, мне кажется, нет. Только ребята, с которыми я прям, ну, вот в команде там дружу общаюсь. Ну, и плюс большая поддержка была именно от зрителей, да, и от там друзей-блогеров. А в команде нет. Ну, то есть, в команде как будто бы... Как будто бы все, ну, все нормально. И опять же, по футбольному, да, команда переиграла абсолютно заслуженно и по делу. И к Саслану не может быть вообще вопросов, потому что он как тренер, он подготовил команду, и эта команда победила. Тут вопрос исключительно моих, да, каких-то переживаний и эмоций. И я, честно говоря... Ну, ты меня даже спрашивал, и я часто отвечал там на других каналах и вообще другим ребятам, что я на спорте всем доволен. Меня устраивает атмосфера на тренировках. Зарплата. Ну, слушай, хорошие условия, это тоже здорово. Это здорово, тем более в такое непростое время. И мне очень нравится работать с Сасланом, потому что, опять же, для меня, для человека без какого-либо там понимания еще пару лет назад вообще, как строится футбол, это очень ценный опыт. Но вот, честно скажу, наверное, последний где-то месяц я прихожу на тренировки и как будто бы, знаешь, чувствую, что вот есть основа, вот эти вот ребята новенькие, которые пришли, которые все отличные футбики, 100% и классные ребята, но как будто бы вот есть эта основа, эти там 11-13 человек, а все остальные как будто бы, знаешь, так помогают. То есть я себя чувствую такой, знаешь, фишкой, которой нужно отбежать вот кому-то из ребят основного состава. Или фишкой с определенным количеством подписчиков, которые еще и ходят на тренировки, у которого раскачана медийность, которой просто нужен присутствовать, чтобы в какой-то момент сказать, вот же у нас лакер. Может быть, я не знаю, но если до этого я своей именно ролью в футбольном плане был довольным, потому что я понимал, что я игрок состава, и я действительно там, ну, выхожу в матчах и могу как-то влиять на результат, то вот, наверное, к подготовке к игре Камкалу я уже этого не чувствовал. И поэтому, конечно, когда прозвучал этот свисток, и эта победа, которую, ну, все так ждали, да, и все ей очень рады, у меня, конечно, были очень смешанные чувства. Я сразу вспоминал нашу игру 2 мая 21-го года, Студротс, когда еще я замкал был. Какие были эмоции там, невозможные. Когда вообще один из лучших матчей твоих был, потому что ты и моменты у тебя были, и Голливуд отдал. И твой пропуск, между прочим-то, между ног на Витю, который как раз... Такой ты, Голливуд, и я была, да, да, да. Ты же Голливуд отдал тогда. И вот какие были эмоции там, и какие были эмоции совершенно другие здесь? Ты задавал себе вопрос, как ты сейчас говоришь, о том, зачем я на спорте, и зачем мне дальше оставаться условно? Ну, не то, что в этой команде, но зачем ты нужен? Ты дал себе ответ сейчас на этот вопрос? Зачем я нужен? Наверное, именно нужно уточнить на футбольном поле. То есть, как я сейчас вообще... Какая моя роль на футбольном поле вот в этом новом составе? Тем более сейчас Медиалига, да, начинается. То есть, вполне понятно, что мы усилились к ней, и это тоже супер, потому что там все команды усиляются, и у всех команд будут свои какие-то там крутые, сильные футболисты. Но мне кажется, как будто бы в этот состав уже сложно бороться. Ну, человеку без школы в любом случае тяжело с ребятами, у которых там футбольное прошлое. И нет, я не дал еще до сих пор, пока что не дал ответа. Возможно, нужно разговаривать будет с Асланом. Через какое-то время после матча с Амкалом Лакер уехал на месяц, ну, будем считать, что отдыхать. И поэтому не принимал участие ни в тренировках, ни в матчах на спорте. Но вы-то здесь остаетесь, поэтому обязательно приходите на игру ФК Броуки против Ромароя. Суббота, 7 мая, в 18.30 начало матча, но лучше подгребать пораньше. Будет очень интересно. Но, кстати, Лакер именно поэтому и очень сильно хотел сыграть с Амкалом, что потом месяц пропускал. Ну, давайте его послушаем. Как бы игра с Амкалом, это такой, знаешь, был последний мой матч на достаточно долгое время. Тем еще обиднее то, что я, по сути, не получил там возможности сыграть совершенно. Ты остаешься на спорте после? Слушай, я на данный момент, честно, считаю себя игроком на спорте на 100%. У меня там ни в коем случае не надо думать, что у меня там, знаешь, лежат какие-то договоры на столе, там не подписаны или у меня какие-то... То есть даже переговоров никаких нету. Ни в коем случае, там за спиной. Я считаю себя игроком на спорте. Я не знаю, может быть, кто-то посмотрит это видео, как-то воспримет его там не очень или обидится там где-то на меня. Ну, это же медийный футбол. Если мы здесь не будем говорить о том, что в какой-то момент там в один день чувствовали в конкретный день себя преданными и когда на нас, о наших мечтаниях не обратили на них внимания, хотя всегда используют там того же, что вот есть Коля Лайкер, который медийный. Если мы будем молчать вообще, то кто тогда будет говорить? Ну, это просто была бы действительно красивая история. Да даже 5, да даже 5-10 минут. Ну, то есть какой-то, знаешь, минимум. Тем более я игрок атаки. Соответственно, ну, давай честно, ну, если бы даже я был суперплох, я бы вышел, ну, вряд ли бы я прям на 100% испортил настолько игру. Тем более, вам халов же вышли на какое-то время и форзиар, и фенита. Да, да. Не на самое малое время. При том, что, ну, форзиар и фенита, это условно, на мой взгляд, это как раз, вот, примерно, как раз вот ваше, ваше ядро. Там условно, кто-то, кто-то, там, чуть сильнее, кто-то чуть слабее. Но условно, это как раз вот эта вот прослойка, где не профики, а где вот как раз медийные чуваки, которые давно известны сообществу, которых любят, любят зрители, которые плюс-минус одного уровня, и если уж они появились в Амкале, то не выход. Тебя это вообще очень сильно удивляло. Да мне, на самом деле, еще, знаешь, обидно за то, что меня, ну, огромное количество людей спрашивали, Коля, а ты с Амкалом точно выйдешь, точно сыграешь? И я, ну, как бы по наивности отвечал всем, что, ну, да, наверное, там, не в старте, но я точно появлюсь на поле, потому что у меня было, ну, стопроцентное какое-то убеждение в том, что это произойдет, потому что, опять же, вот эти все слова на тренировках, зачем они были нужны, что Коля надо сделать, это красивая история. И вот знаешь, что еще, я, честно, не очень, я, наверное, даже разочаровался вот этим моментом, когда, помнишь, мы играли с, как раз, Луч Тим, и вот тот самый скандал произошел, когда пришел Герман на этот матч, начал смотреть, и потом вот эти все посты в Телеграме про то, что, посмотрите, вот, набрали, да, новеньких ребят, которых никто не знает, усилились, Камкалу, и на спорте, да, начали все в ответ, что, ребят, это как бы состав не Камкалу, это состав на медиалигу, и не надо думать, что это мы, типа, вот для вас, и я как бы тоже в эту историю поверил, соответственно, что, да, действительно, с Калом будет такой сбалансированный медийный больше состав, но, блин, по факту получается, что ведь этот же состав и играл там чуть ли не 90 минут с Санкалом. Меня смущает, понятно, что вы все медийные, там много медийных чуваков. Речь же не только обо мне, в матче с, опять же, с Амкалом, да, если мы его обсуждаем, там ведь не только я один такой сидел, вот он, Коля Лакер, давайте мне выйти, дайте мне выйти сыграть, там же было на скамейке очень много ребят, которые посещают тренировки, которые хорошо себя там показывают, которые тоже, типа, достойны выйти, получить какое-то игровое время, и их же тоже не выпустили, да, там ведь был и Лева, который, по сути, тоже со мной на позиции, да, мы там на разных флангах, но он тоже неплохо себя показывает на тренировках, он тоже посещает там все, и там всякие, ну, и Миша Жуковский, и там еще медийные ребята, которые тоже могли бы как-то выйти поиграть, но на деле тоже почему-то не получили вообще никакого времени. Ну, грубо говоря, те, кто был на пресс-конференции, они не получили, и Арчибаль тоже мог бы сыграть, ну, так, я не знаю, он там тренируется, но он, по-моему, у него повреждение какое-то, да, ну, я не знаю. Сейчас 2-2 версии на реакцию Амкала, ну, то есть реакция Амкала о том, что там профики одних на спорте поставили, что это вообще, там вы прикрываетесь своей медийностью, а на самом деле вот так вот хотите выигрывать матчи и так далее. Вот эти вот претензии Амкала, вот если беспристрастно, это все-таки кринж с их стороны или в данном случае по факту? Я думаю, что здесь, наверное, все-таки больше Амкал на эмоциях, вот это вот все начал говорить, я думаю, ну, они прекрасно понимали все-таки с кем они будут играть, они уже видели составы, они готовились и они, в принципе, играли, по сути, против таких же, точнее, вообще такой же состав, ну, тоже, грубо говоря, состоящий там на большой какой-то процент из полу таких профессиональных ребят, играл на МКС и я думаю, что здесь, наверное, действительно Амкал просто, знаешь, от обидного поражения вот это вот все говорили, вот. То есть не совсем по факту? Ну, я думаю, что да, я думаю, что все-таки здесь Финн выходил. слушай, ну, Герман, по сути, с футбольным прошлым, он играл вообще-то в Италии, ну, то есть Герман, я бы не стал причислять, вот если ты уж так говоришь, то там, да, вот у кого нету футбольной школы, в Амкале, там Форза, да, Финита, я просто могу ошибаться, но по-моему, вот, то есть в этом плане, да, в этом плане, действительно, у Амкала, наверное, было больше на поле, ребят, без какого-то прошлого футбольного, но все-таки, опять же, мне кажется, что вот эти слова, которые пошли там в адрес именно игроков, они уже со стороны Амкала не супер были прям оправданы. Ты считаешь, что слова Сиба – это расизм? Слушай, вот это вообще, ну, самая неприятная и сложная тема, потому что, ну, я знаю, да, Сиба достаточно давно, и, ну, честно, если говорить, у Сиба бывали, бывали моменты, где он перебарщивал, да, и бывали в разных ситуациях, где-то сказаны там, не самые такие приятные слова, я понимаю то, что Сиб не вкладывал сам какие-то, знаешь, вот эти расистские мысли, но слова действительно даже, ну, то есть для меня звучат too much, то есть я сам человек, который жил и учился одно время в американской школе, и дело в том, что там я, ну, общался очень тесно с ребятами как раз из Англии, из Америки, и я знаю, что означает вот этот вопрос как раз цвета кожи, и насколько он здесь, в России, не чувствуется, насколько здесь мы не понимаем вот этой вот остроты, вот этой всей темы, там действительно, если ты просто даже какую-то самую-самую безобидную шутку вот так вот отпустишь, не подумав, то человек может, ну, не то, что на тебя там в суд подать, но он, ну, это будет разрыв отношений, это может быть скандал. Мне показалось, что здесь Сиб специально сделал так, чтобы это казалось расизмом, ну, как вот в его бифе с Ковалем и мамой, с Текилой и его женой. Мне кажется, он жестко написал, я считаю, что написал жестко. Типа недопустимо. мне кажется, что... Даже для... Сама формулировка просто его слов, то есть действительно там, да, парнишка ударил некрасиво Сибу, но мне кажется, то, что сама формулировка, которую он выбрал, она чересчур, она чересчур грязная, вот, и, ну, причем неважно, она была бы в сторону, там, да, кого-нибудь из наших ребят-африканцев или она была в адрес кого-нибудь из наших там ребят, ну, которые другие футболисты, поэтому я думаю, что просто, ну, немножко некрасиво, он переборщил, и я вообще, поскольку общаюсь отлично там с ребятами из команды, из состава, там, из Далимой, и с Хэй, у меня отличное отношение, я знаю, что, ну, для них это звучит гораздо более грубо, чем нам может показаться, вот, просто даже из-за того, что мы не совсем понимаем, мы находимся немножко в другой, в другой части планеты, и мы не так это чувствуем, вот, но я надеюсь, что все-таки Сиб действительно не вкладывал по-настоящему никаких расистских мыслей в это, я очень в это верю, потому что, опять же, я Андрюху знаю давно, и как-то я не верю в то, что он расист. Но если вы досюда досмотрели, то вы большие молодцы, поэтому обязательно подписывайтесь на мою телегу, на мой ютуб-канал, на ютуб-канал Броуков, на телегу Броуков, и на Броук Дом 2 обязательно тоже. То есть твоя история с на спорте продолжается? Ни конфликтов, ничего? Ну, я опять же говорю, я игрок на спорте, история продолжается, вот на сегодняшний момент мы с тобой сидим, опять же, я не знаю, может быть, будет какая-то неожиданная реакция, что как же так вообще, но по-моему, по-моему, все, что мы с тобой обсудили, оно абсолютно по фактам, и я не думаю, что какие-то будут проблемы, вот, конечно, мне там сразу посыпались в тот же вечер, на следующий день, предложение? Да, там 4-5 команд, я думаю, что реалити тебе должны были написать. От реалити, кстати, не, не видел, не, ну как, знаешь, там, броуки, СФК, А Бритс Броков кто писал? Я не знаю, какие-то ребята там ваши из команды, А, реально? Да, райзен, райзен позвонил, вот, да нет, ну это, конечно же, шутку, то есть, никто, я говорю, там, не предлагал никакие контракты, просто там, типа, возвращайся в Амкал, в Тудрот, Коль, тебе точно нужно в Тудрот, вот, нет, да слушай, все, все нормально, все нормально. Слушай, а вот главная дискуссия, которая разгорелась потом, вот все то, что происходит сейчас с медийным футболом, медийный футбол, получается, что вот нынешняя ситуация, его убивает, или он просто выходит на другой уровень? Ты имеешь в виду наличие больших, большого количества профиков, да, условно? Ну вот, потому что, вот смотри, броуки у нас тоже, там много ребят, даже здесь, которые нигде но условно в нашей команде тоже будут профи, хотя кто-то вливается, там и Давыд, и все, просто не знаю, где найти столько медийных футболистов, они все вомкали в Тудротс, они, да, и они тоже, когда-то начинали с нуля, да, не, я на самом деле думаю, честно, что наличие крутых и высококлассных футболистов в команде не убивает ее какую-то медийность, но, если просто эти игроки интегрированы в состав, и они могут играть, там, не знаю, часть тайма, например, с медийными ребятами, или быть персонажами становиться, ну да, во-первых, да, важно, чтобы, конечно, они пытались как-то их раскрывать, чтобы они раскрывались, или чтобы команда помогала их раскрывать, но в Тудротс-то не раскрываются они, ну просто в Тудротс-то, фу, не в Тудротс-то, а в Наспорте. ну да, я тоже удивился, что ты сказал, это вот другая проблема, это другая проблема, то, что, как будто бы в Наспорте большую часть акцента забирают на себя те ребята, у которых уже и так есть аудитория, и вроде бы пытаемся помочь как раз таки ребятам, вот нашим африканцам, чтобы они тоже, знаешь, имели какую-то возможность там развивать свои площадки, но мы понимаем, что им чуть сложнее, то есть для нас как бы это все кажется таким понятным абсолютно, для ребят это чуть тяжелее, чуть сложнее, они где-то пытаются, потом где-то наоборот забивают, вот, и все-таки я думаю, для них приоритетно это именно игра в футбол, но, опять же, в этом, наверное, нет ничего плохого, но главное просто, чтобы команда не превращалась только в таких полупрофиков, вот, потому что с Амкалом, вот, чем я больше всего был разочарован, понятно, что Саслан выиграл этот матч футболом, который он нам ставил и которому он нас учил, но обидно, и я больше всего расстроился за то, что мы не показали медийную составляющую этой игры, мы показали офигенный, хороший футбол, но мы не показали какую-то классную медийную историю, вот, ну да, и даже, несмотря на то, что Олег Майами, ну опять же, грубо говоря, по сравнению с этим, ну да, нет, я имею ввиду после, там, вот это, ролик про матч с Амкалом, он собрал чуть ли не в два раза меньше сейчас, чем ролик броуковца с ВК, ну слушай, броуки разрывают сейчас, давай так, честно, броуки разрывают в YouTube, я пока не понимаю, почему, потому что вы, во-первых, смешно, типа, или что, во-первых, потому что свежо, во-вторых, ну идейно, идейно это клево смотрится, вот, так что я думаю, что людям прям пока это очень заходит, нужно продолжать вот это вот, но в какой-то момент, скорее всего, пойдет как небольшой спад, это нормально, и дальше вот уже как раз включается такое, знаешь, мышление, а как дальше это выстраивать, чтобы вот оно не... Ну вот, пытаться снимать челленджи, пытаться развивать персонажей, как-то пытаться, то есть ты веришь в будущее медийного футбола, веришь в медиалигу, в том числе. Слушай, я верю, потому что мне кажется, вообще был момент, когда как будто бы стагнация была, и казалось, что все. Вот где-то в ноябре мне кажется. Не-не-не, даже не то, что в ноябре, это было еще даже не в этом году, это было где-то года два назад, когда как раз вот эти вот челленджи и все вот эти вот наши ролики начинали умирать, потому что мы были как будто бы одной и той же компанией вообще на всех каналах, и я думал, ну, наверное, все, наверное, мы сейчас еще полгодика, там где-то годик максимум потыркаемся, да, и до свидания. Но потом вот начали появляться как раз новые команды, и сейчас ты посмотри, что происходит, посмотри, сколько людей, сколько персонажей. Ты уже можешь брать новых людей абсолютно на челленджи, вот эти удары. При том, что ты дождался, пока все сдохнут, пока все закончатся, и это типа, и занял вместе с Феликсом весь рынок челленджей сейчас получается. Да, да. Помимо дротов. Феликс не дает мне только покоя, там постоянно я к нам захожу, там тоже турниры у него, что-то турниры на деньги. Вот, нет, на самом деле, да, это действительно так, поэтому я верю в развитие, я просто очень надеюсь на то, что у нас будет возможность развиваться, потому что, как бы мы сейчас не работали, не пытались что-то придумывать крутое, не создавали контент, я не знаю, у меня лично из головы все равно не выходит вообще все, что происходит, и я как бы пытаюсь абстрагироваться, но это невозможно. что остается нам делать, ну снимать, потому что в том числе там пишут комментарии там по тем же брокам, ребята из Украины иногда пишут, типа, ну там есть что смотреть, там и так далее. Нет, это важно, это важно сто процентов, и просто хочется, хочется, чтобы у нас реально была возможность как-то творить, создавать контент, вот, и тогда, тогда все будет развиваться, потому что за сам медиафутбол я сейчас уже не так сильно переживаю, кажется, как будто бы он наоборот переживает вообще свои лучшие времена. А за ТикТок? Ну ТикТок это вообще боль для меня, ну я вложил в него много именно любви, именно любви, знаешь, то есть я же как раз рассказывал про то, что для меня переход в ТикТок, это знаешь, как такая отдушина была, я нашел в нем что-то прям такое интересное и клевое, и то, что сейчас ТикТок закончился для меня, мне неприятно, мне неприятно, я очень надеюсь, что он... А у тебя данных никаких нет, да, эдсайдерских? Нет, у меня нет, к сожалению, ни у кого нет, то есть ты тоже так реагируешь, о, ТикТок пропал с приложением в сторону. Ну, не, не, ну не настолько, конечно, нет, просто я понимаю то, что я не публикую контент, я пробовал, но он там вообще не залетает и не заходит, и поэтому, ну а что ты будешь делать? Просто ждешь, просто ждешь, я пытался там, знаешь, на разные страны его выкладывать, там на Америку, на Европу, там на Англию, но на деле, на деле ничего, вот, поэтому просто хочется, чтобы мы все как бы, во-первых, чтобы мы все так или иначе, как бы мы не поджигали, не, вот, я не знаю вообще, стоит, как-то мы вроде закончили с тобой уже, вот, стоит это рассказывать, короче, я расскажу, но ты, если что, вырежешь, вот, да, вот, просто еще была вот тоже история, перед нашим матчем уже с Амкалом, у меня же на канале выходил как раз челлендж, с ребятами, и мы там зарубились на наказание, и вот этот ролик, был настолько многострадальным, он практически, практически, уже все, он сорвался, и его вообще не должно было быть, я вытащил просто каким-то невероятным образом эту съемку, потому что не все в команде были за то, чтобы это снимать, то есть были запреты, запреты на то, чтобы как-то пересекаться до матча с ребятами, и вот именно, именно в этом плане, мне кажется, я не согласен, и я хочу, чтобы такого не было, потому что, да, мы поджигаем, да, мы где-то можем там друг другу там что-то наговорить, но мне кажется, мы все равно должны, знаешь, как бы по-джентльменски, и как-то, как профессионалы, потом пожать друг другу руки, да, и все равно продолжать какое-то дело делать вместе, совместное, потому что, если мы будем, знаешь, из-за каждого какого-то мини-конфликта, там, с этими поругаемся, с теми там разорвем отношения, и в итоге окажемся, знаешь, как в отдельном, каком-то таком закрытом пузыре, вот, и мне кажется, что это неправильно, с учетом, что и так сейчас очень много запретов вокруг, и очень многое нам...